Так, ну мы тут немножечко, да, сейчас сравнение сделаем. Вот у нас есть профессионал, сигмаччик, самый главный, Володя. Так, ну что ты расскажешь, что ты там сколько-то, пару дней побыла, да? Немножко санализировала? Ну, в первую очередь хочу сказать, что это, конечно, этот станок ни в какое сравнение не идет с сигмой. Хотя все детали, практически все детали тут сигмовские. Начиная с ручек, направляющих, станина. Но к станине, я чуть позже скажу, у меня претензии и очень большие по поводу того, как она сделана. Ну, начнем с очень порядка, сейчас я его по-быстрому разберу. Ну, давай разберем, да. Ну, разбирается он, ну, может, по-похоже, так же так. По-простому, как сильно, да? Как у сильных, да. Кстати, ручка, которая тут поставлена, я сразу скажу, чтобы потом уже не возвращаться к этому. Нормально она работать не будет. Можно, конечно, к ней привыкнуть, но люфт тут очень огромный. Вот тут можно ближе показать. При резе вы можете и в ту, и в другую сторону, и у вас только реза не получится. Это... Ручку ввести так, или ее перевернуть, и... ну, это как удобно. Ну, да. У Сигмы, вот у Максовской ручки, там вообще никакого люфта. К этому. Снимаем шину чужое. Кстати, шина один в один, как у Сигмы. Единственное, тут они не стали заморачиваться. То есть у Сигмы она обработана, вот эта часть. Есть там специальное покрытие, даже вот сестра, несмотря на то, что он у меня уже проработал. Вот покажи. Пять лет, там, если сравнить с этим покрытием, там видно, что совсем там... К линейке у меня претензий вообще никаких нету, потому что она Сигмы один в один. Вот они, можно покажать. Она даже на, по-моему, на 2 сантиметра, там ее чуть длиннее сделали. Ничего тут. Единственное, у Сигмы это вот... Это выбито, что это Сигма, здесь ничего нету. Так, пружины опорные, которые крепятся в стойке. Здесь мощнее, да? Они немножко другие. Мы там не будем разбирать. Ну, немного они другие. По поводу вот этих стойек, на которых крепится шина направляющая. Они на болтовых соединениях. Это тоже минус. Поскольку вот у Сигмы, она... Эти... Они... Стойки, они литые. То есть она никаким образом не может ни люфтить, ни меняться. Так. Да, литая, да. Площадки такие вот, как у Сигмы. Вообще, она и... Ну, мы ее разберем для того, чтобы увидеть, что там. Охо! Я не знаю, что они так снимаются. Две пружины. Пружины такие же. Площадки вот эти, передние, они такие же, как у Сигмы. Вот эти площадки, по поводу, я скажу сразу свое мнение, по поводу вот этих площадок. Я думаю, что не было необходимости их более широкими делать. Это как бы тут саму конструкцию увеличивает. И, ну, просто необходимости вот именно... Вот у Сигмы они совсем узкие и этого достаточно. Тем более, если учесть, что есть поперечные опоры и там, и на той, и на Сигме, и здесь. Поэтому, я думаю, что нет этой опоры и еще. У Сигмы, здесь они металлы довольно такой, у Сигмы там пластик. А, Сигма, пластик, здесь металлы и они здесь сделаны пружинец хотя бы. Их можно там подправить, к этому у меня претензий вообще никаких нет. Ну, вот и мы снимем для того, чтобы посмотреть, что там творится. А, кстати, снимается только в эту сторону, в эту сторону не снимется. Вот. Я покажу и на Сигме. Теперь смотрим. Вот она у нас получилась. Вот, посмотри, Андрей. Ну, совсем легкая. Легкая, я знаю. Зачем она легкая. Другя пальчиками, пальцами. Другя пальчиками можно ее поднять. Брось. Вот, двя пальчиками поднимаешь, она вообще легкая. Так, теперь смотрим тут. Вот то, что я говорил. Ага. Может, кто не знает или будет. Вот они, болтовые соединения, которые крепят стойку. Вот, с одной стороны и с другой стороны. Ну и? Ну и вот, самая главная претензия к протоколу. Самый косяк у него, да. Вот эта вот площадка дополнительная, она крепится, вот, болтовые соединения. Это как бы тут, тут и не скреплял этими болтами, она все равно, вот, в этом месте она будет прогибаться. Она, то есть, сюда будет работать, сюда не будет уже работать. Ну, да. То есть, ломать можно только, можно с одной стороны, с этой вот сразу ломать не получится, потому что она, во время того, как вы будете ее прижимать, ломать, она будет... Прогибаться. Ну, мы сейчас это покажем, как она прогибается, да. Ну да, мы это все потом покажем. Ну, и еще что. Я сейчас покажу, это у Сигмы. У Сигмы вот эта часть, тут у нее идет литой корпус. Сейчас, сейчас посмотрим, чтобы это не было голословно. А, вот, вот эта часть, начиная вот от этой стойки и до площадки, она вся литая. То есть, никакого тут прогиба не может и, в принципе, быть. Ну, соответственно, и стойки тоже, они литые. Ну, насчет того, что вот эти вот колеса, там, там нет, тут они есть, особых претензий у меня к этому нету. Это уже ларо. Попробуй, на этом вот здесь еще. Да, закрыли глаза. Ну, смотри, я могу просто, чтобы это не было, просто это так сказал. Вот эта ручка, сто процентов, у нас может подойти, ну, она подходит сюда. И когда ее ставят, вот этой ручкой, МАКС, именно МАКС, люфта вообще никакого тут нету. Так, собираем? Ну, давай соберем и дробуем, например, все-таки его используем по назначению. Так, ну, а сейчас мы покажем с помощью вот этой плитки степень прогиба, которого, в принципе, не должно быть. И еще я об одном забыл сказать. Ну, ладно, это... Слушай, вот подведи камеру. Вот видишь, вот этот стержень, который служит для разлона. Вот в этом месте он почему-то на 2-3 миллиметра высых окнанного. Не знаю, почему это... У Сигма, оно в одной линии там сделано. С какой целью это сделано, я не знаю. Ну, вот, даже вот можно посмотреть, сейчас мы по плитке посмотрим. Плитка довольно ровная, ну, вот, вот как она... Вот смотри, вот эту линию покажи. Вот, допустим, мы опираем сюда, а здесь она вон сколько выступает. Ну, вот так. Ну, а теперь вот это вот, что нужно давать, ну, вот здесь ее прижмем. Низь и вот эту часть показываем вместо... Вот низь, щель, да. Вместо прогиба. А ну, давай сделай прогиб, как раз, посмотрим. Вот эту линию, смотри, насколько вот эта часть, она прогибается. Этого не должно быть, в принципе. Вот там прогиб идет, вот этой скрутки. То есть это... Ну, дополнительной площадке, которая крепится. Это мешает его полноценно ломать, резать. Ну, то есть... Ну, это недостатки, как бы, такие. Да, ломать можно с этой стороны, с этой у вас не получится ломать. Можно им, в принципе, работать, но вот эта часть... Сейчас попробуем, как он... Ну, сейчас хотя бы на короткие... Режем на коротких расстояниях. Линейку я не буду ставить. Ну, пока она не нужна. Для нашего тестирования в ней особого смысла нет. И еще раз я напомню, что эта ручка работает на себя. Как вы ее поставите, так или наоборот? Это тут как пушку доставить. Ну, вот на коротких расстояниях он работает нормально. Еще по поводу ролика. Говорю, вот пока он новый, он, в принципе, будет нормально работать. Ничего тут. Завряд, смотрите, крючка как. Вот здесь, где, важно, где держать рукой, когда режешь и ломаешь. Не вот так вот хватать, а вот в этом месте. Так же и ломать. Не здесь, не здесь. Плитку, конечно, придерживаюсь, тем более она узенькая, короткая, маленькая. Ну, вот он уже, почему не ломает, потому что сами лапки, они уже получаются чуть ниже. Ну, да, знаешь. И что для этого надо? То есть надо немножко приопустить вот эту шинку. Вот мы ее сейчас опустили. Вот, как бы, еще надо участвовать, ему, к любому станку надо иметь привычку. Несмотря на то, что я на семью уже поработал и очень много. Обязательно на подшипниках. Ну, вот это, опять же, о чем говорит, то, что лапка ниже стала. Ну, чтобы ее такие узкие кусочки надломить, надо еще ниже опускать. Ну, вот это уже, наверное, меньше двух сантиметров. Это уже метр двадцать. Да, вот это уже у нас метр двадцать. Не подведи, сынок, от Сигмы. Ага, ну вот. Не, это возможно, может, я что-то. Но, опять же, возможно, то, что я ее в этом месте передавил, и она вот на этом переломе. Так качал. Вот ее надо, как бы, вот в этом месте еще придержать, чтобы она вот... Я держу, чтобы она прыгает. Вот она, вот эта уже начинает играть. А ну, что, дергни. Вот верхняя часть, вот эта вот, постукай. Вот эта верхняя часть начинает вот прыгать. Прямо аж на полсантиметра. Не, ну, это то, что прыгает, это... Ну, и за счет этого... Не хочет, давай другую. Ну, возможно, она пошире. Может, он ее и исправит. Ну, давай, чтобы... Я здесь придержу. Что-то не сыграло, может быть, хоть как-то. Подвоем надо, да? Ну, да, как раз поделать. Работать. Вот я... Видите, как плитка туда? А ну, подожди, подожди. Вот я режу. Вот, нажимает, он играет. И вот она гнется туда. То есть вот в этом месте. Даже режет. И при резке, если гинается, он не режет, а там листся нормально. Не, ну, можно, конечно, к этому привыкнуть, но... Ну, я вижу, она продаливается и никак не прогинается. О, ну, получилось, наверное, плита такая. Ну, может, немножко планироваться вот эти особенности косячные. Улебить что-нибудь, да? Я хотел... Вот, может быть, Володя что-то с ним еще что-то придумает. И в дальнейшем мы еще вам снимем ролик. Может, еще какие-то будут у него доработки, недостачи, еще что-то найдет. Ну, в процессе, короче говоря. Так, ну, все тогда, закругляемся, да? Сейчас. Я... А, качество реза? Линия реза. Линия реза, да, еще проверить хотел. Да, посмотри. Вот то, что я говорил, ручка гуляет. И поэтому, ну, вот тут как бы посредине немножко видно. Вот просвет есть. А, просвет. Ну, это как бы... Ну, немножко, да, миллиметр. Ручки, это допустимо. Да, миллиметр дуга. Ну, это, да, допустимо, в принципе, это немного. В общем, да, закругляемся, наверное. Так, как есть. На этом все. На этом все, да. Так, что еще ты говорил насчет вот этого? Здесь что-то еще надо... Не, ну, насчет того, что... Вот, допустим, если были как у Сигмы, вот это вот... А, еще, да? Вот эта площадка, она цельная. А, у нее же цельная. Не было бы вот прогиба этого продольного. Ну, да, он еще прогиб маленький дает. Хоть и летая, дает маленький прогиб. Вот из-за этих. Поэтому там идет летая. Тут как бы еще что надо учесть. Ну, это... У Сигмы тоже. Вот, смотри. Вот это тоже сварной шок идет. Вот он. Он у Сигмы, как бы, закрыт вот этой площадкой. И он на это не влияет. А здесь вот, тоже вот это будет. Ну, да, они даже... Небольшой минус есть. Да, большой. Вот она идет сплошная. Ну, да. Сплошная. И вот эти вещи, они не сварные, да? Литые здесь. Ну, там тоже, по-моему, но там очень качественно. А, во-первых, что-то есть. Во-вторых, тут вот эта площадка его как бы спасает. То, что тут прогиба не может. Ну, да. Ну, здесь, видишь, здесь сделали ребра жесткости для этого. Чтобы как бы облегчить ребра жесткости. Не знаю, насколько они действуют, но они слабенькие. Все равно они слабенькие. Или их надо усилить немножечко, или сделать вот так вот. Ну, в общем, как-то вот такие... Они, может быть, и эти работали, если была конструкция полностью летая. Да, поэтому... В общем, думайте. Вот такая вот у нас рекомендация по этому станочку. А вы думаете, все.